Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У меня сегодня с утра произошел несчастный случай. Я проснулся в 4, как обычно, в 4 утра. Начал подниматься, но вдруг что-то ударился головой об угол подушки. Потерял сознание и проспал еще 2 часа. Так что сегодня моя сетка сдвигается, но это не важно. Это не страшно. Значит, утром, как обычно, политинформация. Я вчера тут себе накидал разных всяких историй. Ну вот первое. Это у нас что? А, ну вот Госдепартамент, да, Америка. России не стоит прикидываться жертвой. Сказал официальный представитель Госдепа Хизер Нойрет. Ну вы знаете, Госдепартамент, Госдепа это аналог Министерства иностранных дел. По ее словам, США и еще 28 стран решили выслать российских дипломатов. Ответ на химатаку в британском Солсбери. Ну вот как-то так. Это знаете к чему разговор? Что якобы Россия ответные меры, туда-сюда тоже будет высылать дипломатов. Это не ответные меры, это другой шаг, очередной шаг. Потому что ответные меры предприняли вот эти 28 стран ответка на отравление в Солсбери. Вот. А России стоило бы заткнуться на этом. Ну вот они, как говорится, делают эскалацию. То есть еще высылают, значит, в свою очередь послов. Ну и на это тоже будет ответ. Вот в чем смысл. Дальше. Вот здесь вот умельная рожа Пескова. И статья называется Кремль изучает ситуацию с Russia Today в США. Ну то есть, как это Симоньян сказала. Вот что Симоньян, что Маша Захарова. Это из одного гнезда, честное слово. Симоньян сказала, что их выкинули из сети вещания. Russia Today. Ну по делам чё. Вот. И большая статья. Знаете какая? Бориса Джонсона. Англичанина. В мире стало, называется она. В мире стало много, слишком много стран. Слишком много стран. Ощущающих пагубные действия России. Это министр иностранных дел. Почему-то его зовут Борис. Неважно. Выступил 28 марта на пасхальном банкете мэра Лондона и произнес речь о том, как западные страны должны вместе противостоять угрозам России. Вот. Ну я ссылку потом дам. Если коротенько. Я просто поясняю. Смотрите, вот. Всё говорят США враги, США враги, да? А остальные пляшут под их дудку. Вот уже в Англии было отравление. И уже за англичанами, не за американцами тянутся остальные страны поддержать противостояние России. Наверное, следует об этом задуматься тем, кто кричит, что «Ах, россиян обижают туда-сюда и все пляшут под дудку США». Знаете, если уже все страны, ну не все, но там 28-30 стран, наверное, следует задуматься, кто прав. Россия или все остальные. Конечно, всегда есть два варианта. Но я так думаю, что один вариант в данном случае проходной. Ну и вот мои сегодняшние комментарии на канале. О, тут новые появились. Вы говорите, что Людмила Путина не выдержала, ушла, потому что не захотела спать с двойником. Ну, я не знаю, тут много всяких вариантов. Может быть и с двойником, может быть и нет. Тут пишет дальше. «Она поступила как истинная верующая». Ну, об этом можно говорить, конечно, но не знаю, насколько это достоверно. Вот, что тут еще? Ну вот, ребята, вот Сергей тут пишет. Очень много. И сразу что-то не понять, не въехать. Ребята, ну пишите конкретнее. Непонятно, ей-богу. Ну, я потом почитаю, посмотрю. А вот тут окончательная версия Солсбери. Что это за бред? Откуда у вас эта информация? А, ну, это вот тот же Сергей пишет. Ну, в общем, видимо, человек недалекий. Я это все поудаляю потом. Если позвоночник болит, что делать? Это следующий комментарий. Ребята, я сегодня вот немножечко приду в себя. Вот. Потому что, ну, поздно встал, ничего не успеваю. И обязательно сделаю, покажу два упражнения, которые растягивают позвоночник. Растягивают спину. Оно и для спины хорошо, и для позвоночника. А вообще, вот этому товарищу позвоночник болит. Я, конечно, рекомендую свою рефлексотерапию. У меня там есть вот конкретный ролик. Старый-старый. Я еще даже курс не проводил. Именно молоточком с двух сторон от позвоночника стучать. Вот. Очень хорошо помогает. Мне лично помогло. Мне лично. Вот. Ну, вот это пара упражнений, как я обещал. Вот. Что тут еще? А, ну, вот пишет. Мы с детьми хотим уехать. Муж против. Не верит в лучшую жизнь. Ну, я как в семейную жизнь мешаюсь? Ну, ладно. Попробую ответить. Уже конкретно. Подумаю. Не так вот сразу. С разбегу. Так, что тут еще? Вопрос не по теме. Это тоже медицина. Это тоже надо вникать. А, вот вопрос классный. Интересный ник. Очень интересный. Алкоголь фри, да? Без алкоголя. Хорошо. Поздравляю. Так. Сода онкологию не лечат. Все говорят. Ну, вот меня вчера спрашивали, ответил. А вот слух ходит, что геморрой с кипидаром можно вылечить. У кого есть, попробуйте, потом напишите. Ну, это, наверное, шутка. Потому что геморрой с кипидаром не лечится. Мало того, его где перехватят потом где-нибудь в Владивостоке, если помазать геморрой с кипидаром. Не надо, не шутите с этим. Так, вот еще один. А, ну, тот же. Пишет. Совет для вашего Алексея, который бросил пить и мается без хобби. Ребята, спасибо большое, что вы откликаетесь. Что мы всем народом, всем миром помогаем людям, которые задают вопросы. Спасибо за то, что делитесь. Ну, вот, в частности, вчера был разговор. Парень бросил пить и никак себя не найдет, мается. Ну, вот, я ему посоветовал хобби. А вот этот товарищ советует. Бросил пить и мается без хобби. Леха, заведи себе собаку породы Малинуа. Если втянешься в ее воспитание, то свободного времени не будет. Я бросил, завел и не парюсь. Интересный вариант вообще собаку завести. Хорошо для тех, кто худеет, кстати. Собаки все время выгуливают. Вот, я посмотрел эту Малинуа. Вот, ну, это, знаете, здоровый такой, кобелина. Ну, или девочка, я не знаю. Ну, в общем, да, она скучать не даст точно. Такой какой-то. Так, что еще? А, ну вот, рассказывать. Я в столице живу. Здесь даю посудочные квартиры. Здесь жили у нас итальянцы, англичане и никогда не запирали дверью. Говорят, это у них в крови. Ну, очень интересно вообще-то. Вот, потом еще кто-то пишет. Один блогер советовал соду заказывать из Америки. Потому что российское производство якобы загрязнено тяжелыми металлами. Ну, ну, та же самая сода, но, ну, может быть, она почище, но... Один черт, она ничего больше не лечит, кроме жоги. Вот еще у нас в деревне скоты собака кастрюли и самовары воруют. Ну, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. А, вот интересно. Когда у меня был маленький внук, то вычитывал, что для развития у ребенка речи и других всех систем надо ребенку ходить как медвежонок на четырех конечностях. Ну, я могу сказать так, что для рей... У меня обе дочки, в общем, были проблемы с речью. Ну, как, я сам картовый, они тоже там, а старшая вообще половину букв не уговаривала. И вот их заставляли в садике делать что-то руками. Ну, я не знаю, там лепить, что-то там рисовать, какую-то тонкую работу шить. Вот, и... Ну, они сейчас взрослые, уже нормально говорят. Но у старшей дочери это какой-то бзик наступил. И вот она дальше дома шила, всех своих кукол обшила. И так далее, потом вышиванием занималась картин, в общем-то. Только на пользу пошло. Ну, можно и на четвереньках походить, почему же нет. Дело в том, что вот мелкая моторика рук, она с языком связана очень сильно. Очень сильно. Так, говорят, Сорос, это опять я читаю, платил гранты ученым в России в 90-е годы, чтобы не уезжали. Может быть и так. Ну, конечно, где родился, там пригодился. Другое дело, что сейчас ученые здесь не нужны. О, что тут еще? Российские дипломаты рвутся к Юлии, вот к Юлии Скрипаль в больницу. Она может говорить. И очень хотят оказать поддержку своему гражданину. Ага. Такие с маузерами дипломаты рвутся. Дострелить. Значит, как бросить курить. Ну, это я потом отвечу. Ну, и так далее, ребят. Много-много я еще потом. Я все эти комментарии посмотрю и всем напишу обязательно. Ну, и, возможно, вот ссылку на этот ролик поставлю, потому что я кое-кому отвечал более расширенно. Следующим роликом будет упражнение для спины. Попозже немножко. Ребят, мне там надо много дел. Всего хорошего. С вами был доктор Влад. Хоба еще раз. Я продолжаю свое хождение. Просто я нашел еще пару очень интересных, очень интересных комментариев. Я потом прилеплю, да? Вот тут пишут, подскажите, как бросить курить. Вот. Ну, я хотел написать, что у меня ролик есть, как бросать курить. Очень хороший метод. То есть, вот, допустим, сначала в первый день ты первую сигарету не куришь, начинаешь со второй. На второй день ты и первую свою сигарету, и вторую тоже не куришь, начинаешь с третьей и так далее. И вот там примерно 20 дней, и бросаешь курить. Я сам так бросал, я продержался. Не знаю, месяца три, наверное. Но потом просто не сумел дальше. Ну, у меня был тут такой случай. Вот. А тут вот какая-то тетя пишет, прочитайте книгу. Ну, это, наверное, книга. Как-то она тут пишет интересно. Бросить курить легко. Действительно, это хорошая книга. Олен Кап, что ли, как-то так. Так, и вот еще один парень пишет. На самом деле, бросить пить не так уж сложно, как казалось бы. Вот. Я, когда я принял решение завязать с алкоголем, я решил посвятить себя семье целиком и полностью. Мой сын стал моим лучшим другом, ну и так далее. Молодец. Очень хорошо. Вот еще, значит, Виталик пишет. Спасибо огромное. Это у меня ролик, что делать, если болит рука и плечо не поднимается. А потом ссылку сделаю. Спасибо огромное. У меня плечо всю ночь просто болело. Я постукал не молоточком, а кулачком. И все прошло. Сейчас замазю пойду. Ну, тоже, ну, видимо, раздражение какое-то. Очень интересно. Раздражение, в смысле, я молоточком или валиком делаю, да? Вот. Ну, а он раздражал то же самое место кулаком просто. Интересно, я не слышал о таком. А, ну, вот еще. Такое впечатление, что вас тоже подкупили. Более приятно слышать о вас, о спорте, о житии, бытии в вашей стране. То, что в нашей, мы сами знаем. Не знаете, вот о том разговоре, что не знаете, что творится в вашей стране. Лицом к лицу. Лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Мне через океан лучше видно. Потому что у меня голова не зомбирована телевизором. Я его там не смотрел и здесь не смотрю. Куда бежать и на какие шиши. Нам остается только жить и выживать. Ребят, у меня есть... Я вот тут уже даже дал ссылку. Вот. И еще раз дам эту ссылку внизу, вот под роликом, да? У меня есть статья, называется Какие способы попасть в США. И там эта статья такая, долгоиграющая. Там подписываю, подписываю, подписываю. Разные способы. Почитайте. Ну и все. Со всем все. Всего хорошего. До следующего свидания. С вами был доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok